Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков я сделал ВРМэша без масштабирования. А если у вас есть рулетка, то можете всё-таки сделать декор как я или как хотите. В отличие от прошлого ВРМэша, этот более функциональный. А сейчас давайте немного посмотрим, что он умеет. Он умеет сгибать и разгибать пальцы. Также он умеет подниматься вверх и опускаться вниз. И ещё у него выдвигаются руки. Они могут вращаться вперёд и назад. Также его руки могут вращаться ещё вправо и влево. И кисти тоже могут вращаться. Ещё он может вращаться на месте. С помощью всего этого можно сделать много разнообразных движений. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас время туториала. Ставим 5 любых блоков, а потом в плюсики уровень скрепления ставим на зелёный. И здесь строим титановую платформу 5 на 12 блоков. Субтитры сделал DimaTorzok Правее от центра ставим 3 поршня и на них плоское колесо. Наверху строим пластиковый куб 7 на 7 блоков. Субтитры сделал DimaTorzok Справа и слева ставим по одному плоскому колесу. Начинаем строить механизмы и саму руку. Ставим 3 забора как я, а потом сверху ставим колесо, но нельзя чтобы оно чего-то касалось. Вот так. Теперь к этому колесу ставим один блок. А к этому блоку ставим поршень. Чуть ниже поршня ставим плоское колесо. Механизмы для руки мы сделали. Теперь строим саму руку с сервоприводами как на видео. Субтитры сделал DimaTorzok Удаляем эти блоки и сейчас их будем ставить так, чтобы они касались сразу обоих сервоприводов. Теперь выделяем эти колеса. Кручающий момент у них ставим на зеленый, а скорость на 1. У силоприводов просто включающий момент ставим на максимальный. А у нижнего колеса кручающий момент тоже ставим на зеленый, а скорость на 3. Одну руку мы сделали. Сейчас будем привязывать клавиши. Сначала нам нужно получить ни к чему привязанное кресло. Привязку начнем с пальцев. Первый палец привязан на кейпад 1 и клавишу P. Второй палец на кейпад 2 и клавишу P. Третий палец на кейпад 3 и клавишу P. Нижние колеса привязываем на обычные клавиши ходьбы. Право, влево, вперед, назад. Нижнее колесо привязываем на клавиши E-Q. Первое колесо привязано на клавиши J и T. А второе на F и H. А это колесо на Y и U. Осталось привязать поршень, который стоит на руке, на клавиши C-V. Три нижних поршена на Z-X. Ну все, мы закончили привязку. Сохраняем. И давайте проведем испытание. Чтобы у вас не отвалились пальцы, обязательно после сохранения заново загружаем и начинаем проверку. Сейчас давайте проведем испытание. Все хорошо работает, поэтому продолжаем. Сначала построим такую же руку с другой стороны. Я закончил. Только привязку с этой стороны будем делать по-другому. Сначала все отвязываем. Я закончил отвязывать, теперь будем заново привязывать. Первое колесо привязано на клавиши K и E. Второе на L, J. А третье колесо на кейпады 7 и 8. Первый палец привязываем на кейпад 4 и клавишу P. Второй палец на кейпад 5 и клавишу P. А третий палец на кейпад 6 и клавишу P. Выделяем все механизмы, ставим у них прозрачность на 100%. Но еще и нужно будет пролезать поршень на второй руке на клавише CV. Все, мы закончили. Сохраняем и заново загружаем. Как я и говорил, если хотите, можете сделать декор. Если у вас есть рулетка. Так, сейчас будем говорить про управление. Перемещаемся мы обычными клавишами. Перевод-назад, право-влево. Да? Понятно? Также с помощью кейпад клавиатуры 1, 2, 3, 4, 5, 6 можно пальчики сгибать. И если нажать на клавишу P, то их можно вверх поднять. Как, знаешь, ладонь перевезу. Типа, один. У нас есть обычное движение, да? И также есть второе движение, но оно для руки. Видишь клавишу T на клавиатуре? Да. От нее G, F и J, они все регулируют руку. Вверх, вниз, вправо, влево. Они ровно соответствуют, как отдельная ходьба. Только уже для руки. Можно перемещать право-влево, вверх-вниз. Ой, лицо закончено. Ты что, себе? Все, закрыл. А еще один джойстик для второй руки. Он на клавише I, K, L, J. Очень удобно, мне кажется, так. Перемещать руку можно сразу вот так поставить, вот так. И также для ревникулирования ладони левой руки используем кипады 7 и 8. Ее можно поворачивать вот так. И, а чтобы для правой руки у нас есть клавиши Y и... Ну, короче, еще две клавиши рядом с буквой T, только чуть правее. Так что, если нажать на клавишу X, то можно подняться вверх. А чтобы руки стали у тебя длиннющими, нужно нажать на клавишу V. Целое. О, смотри, как будто я... И с помощью клавиши EQ можно еще поворачивать голову, только это не особо. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok